Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Голобир и это «Продвопрос». Мы ищем ответы на самые главные вопросы нашей жизни – продовольственные. Чем могут похвалиться наши аграрии? Какие у нас запасы? И что происходит на рынке? Смотрите с интересом. Программа «Продвопрос» готовит для вас самую свежую информацию, отбирает вкусные факты из мира продовольствия и делает анализ наиболее горячих тем. Генеральный спонсор программы – национальный управляющий холдинг «Казагра». Делая вместе, достигаем большего. Смотрите в программе «Эффект кооперации». Выгодно, удобно, результативно. Сладкие подарки к Новому году. Секреты кондитерского мастерства от фабрики «Рахат». Фастфуд по-казахстански. Производство лапши быстрого приготовления в Астане. Витамины для рынка. Овощи из отечественных теплиц. От идеи к тренду. Так можно охарактеризовать развитие кооперации в сельском хозяйстве. Сначала фермеры, как и любые бизнесмены, продумывали, просчитывали, наблюдали за тем, насколько будет эффективна работа объединений. Увидев результат, крестьяне захотели перенять опыт. Как сегодня работают кооперации в отечественном АПК? В чем их рентабельность и что делает государство для их развития? Мелкотоварность производства, к сожалению, до сих пор остается слабым звеном казахстанского агробизнеса. Об этом говорит структура субъектов АПК. Если по республике насчитывается свыше 8 тысяч юридических лиц и 180 тысяч крестьянских и фермерских хозяйств, то личных подсобных более полутора миллиона. При этом их удельный вклад в валовую продукцию сельского хозяйства составляет менее 50%. А все потому, что мелкие подворья не могут обеспечить должного качества молока и мяса, которые требуют перерабатывающие заводы. Именно поэтому создание кооперативов сегодня является одним из приоритетных направлений в развитии отечественного АПК. И в рамках закона о кооперации, который был принят в январе 2016 года, республика создает более привлекательные условия для объединения мелких хозяйств. Если раньше в кооперации действовало правило «один пай, один голос», то сегодня один участник, один голос. То есть все участники на равных. Также каждый волен добровольно вступать или выходить из СПК. При этом при вступлении в кооператив его члены сохраняют свою независимость и право на собственничество на землю и технику. С целью объяснения всех плюсов СПК в регионах сегодня проводятся семинары, с участием местных исполнительных органов, самих фермеров и профильных структур. Одно из таких мероприятий состоялось в городе Талдыкурган. Помимо встречи с крестьянами здесь подвели промежуточные итоги по темпам создания коопераций. На сегодняшний день в Алматинской области зарегистрировано 189 сельхозкооперативов. Из них 141 соответствуют всем индикаторам успешности. То есть их можно назвать полноценно действующими и дающим продукцию. При этом по плану область должна была создать 111 СПК. Положительная динамика наблюдается и в целом по республике. Так, вместо запланированных 326 СПК в этом году создано более 700 коопераций. Конечно, многие из них еще ожидают запуска производственных мощностей. Но главное, процесс пошел. Тем более, что в декабре прошлого года была принята пятилетняя государственная программа развития ПК. В рамках нее кооперативы получат доступ к средствам в приоритетном порядке. Плюс ко всему, для участников кооперативов предусмотрены инвест-субсидии. Государство готово вернуть фермерам до 50% от средств, потраченных на оснащение молокоприемных пунктов, убойных цехов, откорм-площадок. Также в этот список до конца года будут включены цистерны, тракторы и мини-цеха по переработке. Кроме помощи, при покупке техники предусмотрены прямые субсидии за сданную продукцию. Например, за одного откормленного бычка 20 тысяч тенге. За один литр молока 10 тенге. За откормленного ягненка 1500 тенге. На покупку комбикорма выдается по 20 тысяч тенге за тонну. После серии семинаров в конце года в Астане будут подведены итоги. Все предложения, полученные в регионах, учтут для внесения поправок и дополнений к действующим условиям поддержки кооперативного движения. А это значит, что развитие таких объединений станет еще более эффективным. Еще пару недель в торговых центрах страны начнется предновогодний ажиотаж. Покупка продуктов для праздничного меню, подарков для взрослых и, конечно же, детей. Новая кукла, машинка или конструктор – это хорошо. Но лучшим новогодним сюрпризом для ребят были и остаются конфеты от фабрики «Рахат». В ярком новогоднем наборе со сладостями дети найдут и шоколад, и карамели, вафли, и мармелад. В общем, довольными останутся все сладкоежки. О том, как создаются праздничные шедевры, на что обратить внимание при выборе и где их хранить, расскажут сами кондитеры. КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА В КАЗАХСТАНЕ – РАХАТ В ассортименте предприятия 63 наименования новогодних наборов. Причем ни один из них не повторяется. У каждого комплекта свое наполнение. В десертном миксе присутствуют все изделия кондитеров. Шоколад, конфеты, карамель, драже, вафли, печенье. Один из самых популярных продуктов в новогодних наборах – шоколадные монеты. Мы в сувенирном цеху, где их упаковывают сотрудники фабрики. Эти линии в шутку называют «Монетный двор». А в другой части сувенирного цеха изготавливают шоколадные фигурки. Вначале на стенки специальной формы вручную наносят узор, а потом ее полностью заливают шоколадом и закрепляют на специальной установке. Формы непрерывно вращаются до того, как полностью остынут. Только так шоколад распределится равномерно. Кондитерское изделие достигнет нужной консистенции. От разработки и применения таких технологий зависит и качество. Внедрение на производстве международных стандартов качества ISO 9000 и безопасности пищевого производства на основе принципов ХАСП позволяет выпускать продукцию высочайшего класса. Проверка всего входящего сырья, выходящей всей готовой продукции на исследование безопасности, то есть по всем показателям микробиологии. И только после полной проверки на всех этапах производства кондитерские изделия поступают в цех комплектации. Именно здесь собирают новогодние наборы. Параллельно работают две линии. Они вначале готовят подарочную упаковку, а после, в соответствии со спецификацией, происходит наполнение подарка сладостями. В итоге, когда подарочек заполняется, он подъезжает на весы, на весах каждый подарочек завешивается, и потом далее дополнительная упаковка. Это наклейка стекеров, различных информационных книжечек. Новогодние наборы готовы к реализации. Их можно купить в любом уголке нашей республики. А точнее, в 18 городах и 14 областных центрах. Приобретая сладкий новогодний подарок, обратите внимание на его срок годности. Недобросовестные торговцы могут сбывать залежалый товар. А сладости, как и любой пищевой продукт, требуют особого отношения. От 4 месяцев до 18 месяцев может меняться срок хранения, в зависимости от продукта. Самый короткий срок хранения имеют сбивные конфеты, это такие, как птичье молоко, суфле. У них срок хранения 4 месяца, 4-6 месяцев. Что же касается условий хранения, для всех кондитерских изделий они универсальны. Температура от 8 до 23 градусов по Цельсию. Влажность не более 75% и отсутствие прямых солнечных лучей. Ни одно кондитерское изделие не любит очень высоких, очень низких температур. Точно так же очень важно соблюдать при хранении кондитерских изделий товарное соседство. То есть кондитерские изделия нельзя хранить с орехами, с крупами, с сухофруктами. При соблюдении всех этих несложных правил вы сохраните лучшее качество любимых лакомств. Они подарят вам хорошее настроение и создадут особую атмосферу праздника. И напоследок еще один совет. Поспешите с покупкой новогодних сладостей. Уже в последние недели декабря весь этот ассортимент вы можете не найти. А все потому, что спрос на продукцию Рахат и в особенности на праздничную велик. Любимые сладости ждут и взрослые, и дети. На продукции фабрики Рахат, которой в этом году исполнилось 75 лет, выросло не одно поколение. Первая лапша быстрого приготовления появилась еще в 17 веке в Китае. Повар из города Янчжоу придумал обжаривать лапшу. Затем он мог подавать ее гостям, разогревая различными бульонами. Необычный продукт уже гораздо позже усовершенствовал японский бизнесмен Мамофоку Андо. В 1958 году он начал первое в мире производство сухой куриной лапши в пакетах. А еще через 13 лет на рынке появляется лапша быстрого приготовления в чашке из пенопласта. В итоге такая разработка становится бестселлером продаж по всему миру. Популярна эта продукция и у нас. Есть спрос, значит необходимо собственное производство. И оно появилось в Астане. Лапша быстрого приготовления это один из самых популярных перекусов среди казахстанцев. Но мы потребляем более 15 тысяч тонн продукции в год. Причем этот сегмент представлен именно импортом из России, Китая и Кореи. Но теперь свое место на рынке занимает и казахстанский продукт. У нас нет казахстанской лапши быстрого приготовления. Поэтому мы решили организовать такое производство. Тем более, что у нас есть для этого все необходимое сырье, в том числе отличная мука. Поэтому мы сделали мониторинг рынка, убедились в востребованности продукта и запустили выпуск лапши. Комбинат по производству лапши запустили в марте этого года. Реализовать проект помогла одна из структурных подразделений нацхолдинга «Казагра» – компания «Казаграфинанс». Она инвестировала в производство 981 миллион тенге. На эти деньги удалось закончить строительство объекта, оснастить его лучшими технологическими линиями. Его закупили в Китае. Уж там в изготовлении лапши знают толк. Все оборудование инвестор предоставил бизнесменам в лизинг. Общая мощность проекта составляет 30 миллионов готовых патчек в год с дальнейшим увеличением до 60 миллионов. Если посмотреть на рынки наших магазинов и супермаркетов, то на полках завален товар российского, китайского и корейского производства. Теперь же на наших полках будет и каустанский, отечественный экологически чистый продукт. В ассортименте комбината три вида лапши с говядиной, куриным мясом и грибами. Причем наша продукция более конкурентно способна по сравнению с импортной, по цене и объему. 100 граммов отечественного изделия обойдутся в 130 тенге. Столько же стоит и продукт иностранного бренда. Плюс ко всему, уверены производители, наша лапша выигрывает и в качестве. Качество продукции отличное. Вредных добавок мы не используем. Все ингредиенты лучшего качества. А насчет цены мы будем готовы ее снизить, если это понадобится. За один рабочий день предприятие может изготовить 100 тысяч упаковок лапши. Это около 12,5 тысяч пачек в час. Но и это еще не предел. В будущем здесь намерены увеличить объемы производства минимум в два раза. Мы создали порядка 30 рабочих мест, но нам еще требуются специалисты. Нужны около 90 новых работников. Хочу отметить, что мы готовы принимать кандидатов без опыта работы и обучать их. Как только наберем коллектив, сделаем производство круглосуточным. Первыми такие изделия смогли оценить на вкус жителей Астаны и северного региона страны. В будущем заварить себе лапшу смогут все казахстанцы. А затем производители обещают разнообразить ассортимент. На комбинате хотят освоить выпуск супов, быстрого приготовления, соусов и кондитерских изделий. В общем, рынок вдоволь насытят отечественным продуктом. Впереди долгая зима. Но это не повод менять свое ежедневное меню. Исключать, к примеру, из рациона свежие овощи. Если раньше на рынке можно было найти и дорогие огурцы, и помидоры из Китая, то теперь в основном продают отечественный продукт. Свежие вкусные овощи и зелень начали массово производить в тепличных комплексах по всей республике. Одними из главных поставщиков витаминов стали аграрии Южного Казахстана. Южно-Казахстанскую область по праву можно назвать тепличной столицей республики. Если в 2010 году здесь было всего 200 гектаров закрытого грунта, то сегодня его площадь составляет 1123 гектара. Одна из компаний, которая производит ранние овощи в промышленном масштабе, находится в черте города Шимкента. Эта теплица была построена в 2013 году. Уже через год после запуска она дала свой первый урожай. А сегодня продукция агропредприятия поставляется не только по Казахстану, но и в ближнее зарубежье. Мы в Россию отправляем фурами, получается. Одну фуру мы заполняем осенью, получается, мы заполняем за 4-5 дней. Поскольку осенью климат неблагоприятный, нету солнца, и урожая намного меньше, чем весной. А весной мы собираем за два дня, отправляем фуру, также в Россию, около 18-17 тонн. Этот комплекс построен по израильской технологии с применением передовых методов тепличного производства. Почву заменяет специальный субстрат, а внутри объекта для растений создается идеальный микроклимат. Многие процессы управляются с помощью компьютера, без человеческого вмешательства. Полив у нас идет автоматически. Мы запускаем полив через компьютер, даем концентрацию удобрений, и компьютер сам регулирует, сколько ему нужно. По килоджоулям поливаем, по суммарному освещению. Еще одна особенность теплицы в том, что здесь производят экологически чистую продукцию. С вредителями борются с помощью биологических средств защиты растений. В условиях закрытого грунта вместо ядохимикатов используются энтомофаги – природные враги вредителей. Завозим специально с Голландии такие насекомые, которые поедают вредителей, а химию вообще не используем. Вот такая система работает. Вместе с энтомофагами закупают и пчел, которые опыляют растения. Их урожайность зависит от времени года. Весной получают до 400 тонн овощей, в основном это огурцы, а осенью 200 тонн помидоров. Кстати, первые три года теплица работала в экспериментальном режиме. За это время здесь опробовали несколько сортов томатов. В итоге остановились на сортах эндевер и мохитос. Этот гибрид очень хороший, транспортабельный, вкусовые качества хорошие, объемный, объем хороший. Самое главное – этот у нас урожайный и транспортабельный. В осенний период урожай здесь собирают один раз в неделю, весной – целых три раза. Сегодня до 30% выращенных овощей уходит на экспорт. Но основная цель фермеров – насытить внутренний рынок. Огурцы и томаты отсюда развозятся по четырем крупным городам республики. Это Астана, Алматы, Караганда и Шимкент. В преддверии холодов теплица готова дать потребителям новую порцию витаминов. А в перспективе на агропредприятии намерены увеличить площади закрытого грунта вдвое. Значит, объемы поставок расширятся, и казахстанцы получат больше натуральной продукции отечественного производства. Такой была эта «Продовольственная неделя». В следующем выпуске вас ждет очередная порция интересных тем из агропродовольственного мира. Все наши программы вы можете посмотреть на сайте телеканала «Хабар» www.habar.kz А интересующие вас агро-вопросы можете присылать в нашу редакцию. С вами был Дмитрий Голобир. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»